добрый день я приветствую всех гостей и подписчиков канала 18 соток сегодня мы будем обрабатывать нашу смородину это черная смородина обрабатывать будем ее на начальной стадии раскрытия почек сейчас мы покажем чем и как мы это делаем вначале мы перекапываем вокруг черной смородины лучше использовать конечно не лопату обычные вилы где-то загонять на глубину сантиметров может быть 10-15 не больше почему потому что корневая система у черной смородины расположена очень близко к поверхности если использовать лопату и просто порежете и вот таким вот образом не поднимая сильно высоко землю землю надо будет спушить там очень много сейчас спящих еще всяких вредителей от них надо будет избавиться плюс мы будем под подаем кислород корням вот смотрите внутри куста очень много листьев вот эти листья все надо будет убрать обязательно потому что там тоже очень много вредителей убираем листья все и тоже будем обрабатывать внутри такие вот скатах они у меня посажены удобно поливать будем перекапывать дальше вот наша смородина ней очень много листьев старых также мы сюда вносим особенно весной носим очень много шелухи картофельной подкапываем и вот в этой листьев очень много всевозможных вредителей откажутся от которых желательно конечно избавиться все это надо будет убирать осенью убираем все она все равно не вся часть листьев еще осыпается надо формировать полностью все веточки обрезать формировать нормальный куст удаляем старые побеги подсохшие все это надо сейчас пока еще не началось сколько движения полностью нужно будет все это дело обрезать почки еще не полностью открылась открылись и обрабатывать надо до открытия почек вот я перекопал полностью весь участок останется только взрыхлить внутри скатов чем хорошо сажать сока в скатах очень легко и удобно поливать носить удобрения те всевозможные подкормки сейчас почва у нас дышит вкусик смородины рядом крыжовник все почва теперь надо будет хорошенько пролить так как почва уже немножко подсохла мы сейчас обработаем а потом все это хорошенько прольем также мы будем применять препараты это первую очередь железный купорос это препарат широкого спектра действий для уничтожения решайников мхов грибковых заболеваний а также отредоносных насекомых это очень хороший препарат его можно использовать как ранней весной так и поздней осени также мы будем использовать препараты такие как брунька это тоже препарат от вредителей от грибковых заболеваний есть препарат еще нитрофен это более мощный препарат применяется только ранней весной либо поздней осени все эти препараты предназначены для уничтожения насекомых также уничтожения всевозможных грибков зимующих насекомых вот во всех стадиях особенно нитрофен брунька более щадящий препарат чем нитрофен он не так сильно обжигает все эти препараты надо применять в основном только весной либо осенью в летнее время эти препараты не применяются особенно брунька и нитрофен для обработки препаратами мы будем использовать опрыскиватели это может быть как ранцевые опрыскиватели ручные не старого старого образца еще универсал один из первых на их либо такие вот ручные которые вставляются в ведро просто качнули и он опрыскивает и вот последний мой опрыскиватель которым я пользуюсь это мотоопрыскиватель очень классная штука дальность обработки таким вот опрыскивателем до 8 метров 8 метров высоту это хорошо обрабатывать деревья конечно таким обычным ранцевым это надо будет убить очень-очень много времени вот опрыскиватель в течение минуты за минуту улетает 14 литров раствора таким ручным это надо хороший иметь хорошее здоровье качать так что я использую в основном мотоопрыскиватель очень быстро и обрабатывается большая территория не нужно тратить много времени теперь препарат разводим согласно инструкции разводим его на 10 литров воды на такую баклажку выливаем его как только раствором темно-коричневого цвета заливаем баклажку размешать и вот таким вот препаратом мы будем сейчас обрабатывать кусты смородины теперь остается только залить его в опрыскиватель мотоопрыскиватель либо ранцевый даже даже самый обычный ручной баклажки двухлитровая баклажечка можете обрабатывать этим препаратом ваши растения я пользуюсь основном мотоопрыскиватель гораздо удобнее и надо будет хорошо тщательно полностью все растения обработать чтобы нигде не осталось сухого места все вредители погибли теперь начинаем обработку обрабатывать полностью кусты кусты надо обработать хорошо чтобы они были полностью мокрые жидкость попала и под сам куст потому что сейчас вредители надо также обработать почву которые перекопал полностью там тоже очень много вредителей все 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 надо хорошо обработать чтобы желается полностью от всех вредителей все инфраструктуры Продолжение следует... На этом я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. И всем пока!